Отшумели первые школьные линейки, учебный процесс у ребят идет по своему обычному руслу, уроки, кружки. Дополнительная деятельность, в которой особенно учащимся выпускных классов, помогают асы языка или математики, географии, либо химии. Контингент высокообразованных специалистов в области профессиональных знаний своего предмета называют репетиторами. Именно они могут и должны, оказывая услуги данного рода, легализировать деятельность. Физическому лицу для осуществления репетиторской деятельности не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а достаточно подать заявление в налоговый орган по месту его регистрации об оказании данной деятельности. Ставка по данному виду деятельности составляет 150 тысяч белорусских рублей ежемесячно. В соответствии со статьей 295 Налогового кодекса Беларуси, человек вправе самостоятельно, без регистрации, в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять следующие виды деятельности. Оказание услуг по выращиванию сельхозпродукции, уборке помещений, музыкальное обслуживание, торжеств, предоставлении секретарских услуг и многое другое. Репетиторство – одно из них и главное. Заявительный принцип не предполагает отчетности, заплатил 150 тысяч и работая себе в удовольствие. При этом налоговые декларации и другие отчеты в налоговую инспекцию не представляются физическим лицом. В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району города Бреста на 1 сентября текущего года репетиторские услуги осуществляют более 50 физических лиц. И, соответственно, сумма ими уплаченного налога в бюджет составляет более 24 миллионов белорусских рублей. Итак, преимущества осуществления деятельности по заявительному принципу очевидны. Госрегистрация ИП не нужна. Самая простая – система налогообложения. Единый налог заменяет другие, осуществляется оплата раз в месяц и только тогда, когда есть работа. Отсутствует обязанность по ведению учета и отчетности. А еще предусмотрены и налоговые льготы, применяемые в индивидуальном порядке. Однако, если вы будете заниматься репетиторством нелегально и вас просчитают, а это делается довольно легко, административное взыскание в виде наложения штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога вас обязательно настигнет. А еще подумайте о моральном аспекте. Нелегальный репетитор показывает своему ученику пример пренебрежения законами Беларуси. Продолжение следует...